Всем привет! Наверняка вы слышали, что модификатор широкого соответствия, а также фразовый тип соответствия Google Ads начнут в скором времени срабатывать по похожим ключевым словам. И наверняка у вас возникает вопрос, как же теперь работать с Google Ads, если ключевые слова ничего не значат? Неужели стоит переходить массово в Яндекс.Директ? Меня зовут Алена Полюхович, и в этом сегодняшнем обзоре новостей мы соединим всю информацию воедино и попытаемся разобраться, что это, как это и чего нам ждать. В августе 2018 года Google Ads выкатил важное обновление для типов ключевых слов. Теперь ключевые слова с модификатором широкого соответствия и также фразовым типом соответствия будут работать немножко по другому принципу. Объявления с их использованием будут срабатывать не только по заданным ключевым словам, но также и по похожим. Даже фраза, которая задана, заключена в кавычки, может показываться по синонимичному ключевому слову. Казалось бы, это чем-то напоминает широкое соответствие, которое было раньше. Поскольку большинство уже существующих компаний уже содержат в себе дополнительные синонимичные ключи, Google Ads изменила отбор приоритетных ключевых слов. Теперь, если поисковый запрос соответствует какому-либо ключу из вашей компании, то Google Ads не позволит другим похожим ключам на поисковый запрос участвовать в этом аукционе. Положительный момент всего этого, это то, что ключевые слова будут расширяться в десятки тысяч раз без дополнительных ваших усилий. Теперь вам не придется продумывать все синонимы, а также ассоциации к основным запросам. Пользуя собственные алгоритмы, а также нейросети BERT, Google теперь будет использовать те ключевые слова, о которых рекламодатель даже, скорее всего, и не задумывался. Впервые, вводя близкие варианты в точный тип соответствия, Google говорил, что они учитывают намерения пользователя, поэтому являются очень эффективными. Рост кликов и конверсий на предварительных тестированиях показал значительный рост. Также полностью исключили ключевые слова в КМС и видеокомпаниях на YouTube, их заменили аудитории по намерениям и аудиторию по ключевым словам пользователя. Об этом мы как-нибудь остановимся в следующих наших уроках, поэтому не забывайте подписываться на наш YouTube канал, на наш Telegram канал, а также на наши подкасты. Маркетинговое сообщество на данную новость отреагировало с недоверением и возмущением. Действительно, кому бы пришло в голову сказать, да, Google, давай, добавь мне 3-4% кликов по той же цене, да, я разрешаю тебе, чтобы 85% из них переходило по другим совершенно ключевым словам, которые я не задавал. Таким образом, выходит, что Google Ads берет на себя определение пользовательского намерения, но не оставляет возможности рекламодателю корректировать его в случае ошибки. То есть нас ждет потеря контроля над таргетингом. Как же тут быть? Во-первых, подготовьтесь к скачку. Если у вас на сайте стоит Google или Яндекс.Вебмастер, изучайте поисковые запросы для вашего сайта, продумайте новые минус-слова, которые стоит использовать. Наймите контекстолога или же закажите услугу постоянного ведения компаний, ведь анализировать их нужно постоянно, без остановки. Загодовьте подушку по бюджету вашей компании. И не нервничайте, пока что ни у одного из наших клиентов не было сильной просадки по бюджету, или же там конверсиями, или какой-либо статистике. Все идет очень ровно и спокойно. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, а также на наши аудиоподкасты, ведь мы всегда стараемся принести вам свежую, новую и полезную информацию. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok